Участок, расположенный возле магазина метро, это самая низкая точка в деревне Опаренке. И вся вода с муниципальной дороги, а также с региональных трасс, в том числе и с полей, которые находятся за аэропортовской дорогой, собирается именно здесь. Совместными силами администрации муниципалитета МБУ Дорсервис и Видновского ПТО ГХ год назад для устранения проблемы на этом участке были установлены колодцы. Собирающие колодцы, связанные между собой трубой, и установлен насос погружного типа с перекачкой этой воды далее. Однако объем воды здесь настолько большой, что справиться эта система в принципе не может. От постоянных подтоплений на этой территории страдают и местные предприниматели. Станислав Ашеров, собственник гостиницы в деревне Опаренке, рассказывает, что уже два года ситуация не меняется. Постоянно, после каждого дождя, после весной таяния снега, вода, идущая с полей, затапливает все наше здание, не дает работать. Проблема с водоотведением есть и на Каширском шоссе в дождливую погоду. По этой причине здесь часто затруднено движение автомобилей. Мы решили совместно с Дорсервисом усиливать все силы и выкладывать коллекторы до Купеленька река, где опять же мы на свои же средства потратили, сделали огромные траты коллекторы, там 330 метров, и полтора километра от Каширского шоссе до нефтмагистрали тоже на свой счет все это прикладывали, чтобы избегать от этих аварийных ситуаций. Работы по установке ливневой системы на этом участке начались две недели назад. Проводится, можно сказать, в текущем режиме без выходных, без проходных. И в настоящее время мы находимся на завершающем этапе. Я думаю, в течение двух недель все будет готово и сдано в эксплуатацию. Сейчас рабочие занимаются установкой водоотведения, параллельно идет благоустройство территории вдоль Каширского шоссе. Далее планируется расширение проезжей части и организация подъездных путей. На текущий момент мы видим, что проведена уже огромная работа. Здесь проложено порядка 400 метров тысячовых труб, погонных метров. Это в двухтрубном числении практически в два раза больше. Порядка трех километров 500 трубы, погонных метров опять же. Стоит отметить, что ливневая канализация сделана уже от выезда с Белокаменного шоссе до поворота на Володарское. Следующий этап – создать систему водоотведения вдоль Каширского шоссе от магазина метра до Молковского поворота. В данный момент вся вода с этой территории уходит через городские коллекторы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.